Добрый день! Надеюсь, меня все видят и слышат. Меня зовут Ирина, и я работаю в языковой школе Златоуст, преподаю русский язык и очень люблю аспект грамматика. Поэтому сегодня мы с вами немножко поработаем над темой, которая всегда очень трудна для иностранных студентов. Это тема глаголы движения. Ну, сразу же мы должны решить, почему эту группу глаголов мы изучаем отдельно. Ведь в русском языке так много разных глаголов, а вот эти глаголы мы выделяем в особую группу. Давайте сразу же начнем с термина движение. Что такое движение? Ну, по-английски motion, ну, в маму, в менто. Все знают этот. Сейчас, секундочку, посмотри, пожалуйста, микрофон. Мы отключили микрофон, чтобы никто никому не мешал. Значит, я продолжаю. Что такое движение? Ну, вот у меня сегодня есть такой помощник, верблюд Кеша. И давайте посмотрим, что он делает. Вот скажите мне, пожалуйста, вот это движение, то, что он делает. Конечно, это движение. Это глагол прыгать, прыгнуть. Вот Кеша с вами здоровается. Это тоже движение. Вот это, это тоже движение. Кеша машет вам рукой, лапой. Это тоже движение. Но, посмотрите. Прыгать, прыгнуть. Много раз, один раз. Если я хочу показать много раз, я употребляю несовершенный вид, имперфектив. Если я хочу показать один раз, я употребляю перфектив. Поэтому, хотя глагол прыгать, прыгнуть показывает движение лексически, но грамматически он не входит в группу глаголов движения. Почему? Потому что, потому что эти, этот глагол имеет два вида. Несовершенный вид и совершенный вид. И поэтому, когда мы уже знаем правила аспектов, мы знаем, что имперфектив это много раз и процесс, перфектив это один раз результат, то мы уже знаем, как употреблять этот глагол. А вот глаголы движения, грамматическая группа, эти глаголы у нас показывают, оба глагола могут показывать процесс. Идти, я иду, это процесс. И ходить, я хожу, это тоже процесс. Поэтому у нас есть два глагола, которые показывают одинаковый способ передвижения. Да, например, ходить. Это вот у нас, да, и идти, и ходить. Мы шевелим ногами и идем или ходим. И поэтому здесь, поскольку оба глагола имперфективы, то нам нужно знать другие правила. Другие правила, которые объясняют их употребление. Но сначала нам нужно посмотреть, какие глаголы составляют эту группу глаголов движения. Именно грамматическую группу глаголов движения. Вот. Итак, сегодня у нас глаголы движения без префиксов, без приставок. И мы сейчас посмотрим просто лексическое значение глаголы движения. Так, Алина, как мы переключаем дальше кадр. Ну, все мы уже знаем из курса на уровне А1, мы всегда изучаем основные глаголы движения. Идти, ходить, ехать, ездить. Идти, ходить. Это обычно мы говорим пешком. Вот у нас верблюд идет. А ехать, ездить это на транспорте. Давайте посмотрим, как я переключаю дальше кадр. А, просто это. Так, значит, движение пешком и движение на транспорте. Общественный транспорт. Что такое общественный транспорт? Это транспорт для пассажиров. Транспорт, городской транспорт, на котором ездят пассажиры. И вот в этом случае это исключение, exception, что глагол идти, ходить. Хотя основное движение это пешком. Но про общественный транспорт мы тоже можем сказать глагол идти, ходить. Давайте посмотрим. Это у нас автобус. И про автобус обычно русские говорят автобусы ходят по этой улице. Вот идет наш автобус. Не будет ошибкой, если вы скажете автобусы ездят по этой улице или вот едет наш автобус. Но русские в этом случае чаще употребляют глагол идти, ходить. Также у нас есть трамваи. Трамваи ходят по этой улице. Вот идет наш трамвай. Троллейбусы. Троллейбусы. Все знают троллейбусы. Ну, наверное, не у всех в городах этот транспорт электрический есть. Но, тем не менее, у нас в Петербурге очень много троллейбусов. Троллейбусы ходят по этой улице. Вот идет наш троллейбус. Про поезд. То же самое. Поезд ходит, поезда ходят, поезд идет. Электричка. Электричка. Пригородный поезд около города. Недалеко от города ходит тоже. Или идти, или ходить. Глаголы. Следующий глагол. Лететь, летать. Я думаю, что многие знают этот глагол. Это у нас птицы. Птица. И птицы, конечно, летают. Птицы летают. Это самолет. Самолеты тоже летают. Но не только самолеты летают, но и пассажиры, люди на самолете тоже летают. Следующий глагол. Плыть, плавать. Тоже многим знакомый глагол. Давайте посмотрим, кто может плыть, плавать. Это у нас рыбы. Рыбы плавают. Корабли тоже плавают по морю. Люди. Люди плавают в море, в бассейне. Сами плавают. И также люди, пассажиры плавают на корабле, на кораблях. Следующий глагол. Бежать, бегать. Глагол, который любят спортивные наши слушатели. Бежать, бегать, конечно, прежде всего это делает человек. Но могут делать и животные. Конечно, у нас вот самое быстрое животное гепард. Он очень быстро бегает. Животные. А вот следующий глагол. Трудный. Может быть, не все его знают, не все его слышали. Это глагол лезть, лазить. И второй глагол имеет вариант лазать. Равнозначные варианты. Можно и так, и так употреблять этот глагол. Давайте посмотрим. Лезть, лазать. Этот глагол часто студенты изучают только как движение вверх. То, что по-английски to climb называется. Но это не только так. Потому что он лезет на скалу. Скала. Видите, это гора. Каменная гора. Это скала. Значит, он лезет на скалу сейчас. Но вот у этого человека проблема. Например, у него что-то упало под стол. Например, упала ручка под стол. Поэтому он под стол не может идти. Он высокий человек. Поэтому ему нужно сделать вот такое движение, как на картинке. Он лезет под стол. То есть мы понимаем, что лезть, лазать – это не только вверх, но это просто движение с какими-то проблемами. Когда у нас есть проблемы в движении, которые нужно нам преодолеть. То есть вот он лезет под стол. Дальше. Посмотрите, пожалуйста. Первая лестница и вторая тоже лестница. Но они разного вида. Поэтому на первой картинке мы говорим, он идет по лестнице. Нет проблем. А на второй картинке она лезет по лестнице. Для нее это трудно. Поэтому, когда у нас есть какие-то проблемы в движении, мы употребляем глагол лезть, лазить. Следующий глагол – ползти, ползать. Ползти, ползать тоже. Я думаю, многие не знают этот глагол. Во-первых, это движение, которое делает змея. Змея ползет. Вот сейчас посмотрите. Змея ползет. Может быть, это движение у того, у кого нет ног? Давайте посмотрим. Вот это улитка. Улитка тоже ползет. У нее нет ног. Она ползет. Ну вот у нас есть черепаха. Черепаха. И про черепаху мы тоже говорим. Она ползет. И черепаха ползает. Может быть... Ну, у нее есть ноги. Тогда, давайте подумаем. Может быть, это просто медленное движение. Но змея это делает очень быстро. Все насекомые тоже ползают. Ну, посмотрите. У них есть ноги. Они могут это делать очень быстро. Например, первое – паук. Я думаю, многие знают, кто боится пауков. Особенно знают, что пауки могут очень быстро ползать. Муравей. Он очень любит работать. И весь день он быстро ползает и работает. И жуки тоже ползают. То есть этот глагол может показывать и быстрое, и медленное движение. И движение тех, у кого есть ноги и нет ног. Поэтому этот глагол с лексической точки зрения мы просто должны запомнить. То есть кто может ползать? Кто может ползать? Значит, насекомые у нас есть. У нас есть медленные. Черепаха, улитка, змея. И кто еще может ползать? Конечно, люди. Ребенок, который не умеет еще ходить – это его способ движения. Он тоже ползает пока. Он тоже ползает на четвереньках. Посмотрите внизу – солдат. Солдат тоже ползет. Вот этот глагол «ползти-ползать» – это тоже способ передвижения солдата, который не хочет, чтобы его увидели. Ну, и если человек выпьет много водки, он тоже домой ползет, к сожалению. Так, глагол «брести-бродить» – тоже трудный глагол «брести-бродить». Посмотрите, эта собака у нас бежит. Быстро бежит, да? Собака бежит. Эта собака идет. А вот эта собака, она больная, ей плохо. Видите, идет дождь, она устала. И поэтому мы говорим «собака бредет». Собака бредет. Мы употребляем этот глагол, чтобы показать медленное действие. Медленное движение, причем движение пешком, именно, движение пешком. Но медленное может быть по какой причине? Или, вот как эта собака, во-первых, она себя плохо чувствует. Или просто мы медленно гуляем. Ну, например, мы вчера целый день бродили по городу, смотрели архитектуру, смотрели памятники. То есть мы просто медленно гуляли. Поэтому мы запоминаем, что глагол «брести-бродить» – это медленное движение. Следующая группа, подгруппа, скажем так, глаголов движения – это переходные глаголы движения. Ну, напомню, что такое переходные глаголы. Все глаголы, которые мы сейчас посмотрели – это глаголы, после которых нельзя поставить объект. То есть мы не можем поставить имя существительное в винительном падеже. Мы не можем задать вопрос «идти» или «ходить кого что». А переходные глаголы движения – это те глаголы, после которых мы можем поставить объект. То есть аккузатив. Без всякого предлога, без препозитива. Давайте посмотрим, какие это глаголы. Ну, первый глагол, который, я думаю, что мы все знаем – это «нести-носить». «Нести-носить» глагол. Конечно, после «нести-носить» мы можем спросить, что ты несёшь? Что ты несёшь? Объект нам нужен, да? Вот эта женщина несёт ребёнка. Мама несёт ребёнка. Следующий глагол – «вести-водить». «Вести-водить» – это тоже обычно пешком. Вот, посмотрите. Эта мама ведёт ребёнка за руку. Обратите внимание, первая мама несёт ребёнка на руках, а эта мама ведёт за руку ребёнка. И следующий глагол – «везти-возить». Вот мама везёт ребёнка в коляске. Коляска – транспорт. То есть, если даже сама мама идёт пешком, но у неё есть транспорт, то это тоже глагол – «везти-возить». Например, папа везёт ребёнка на машине. У папы тоже есть транспорт. Очень часто студенты путают вот эти два глагола – «вести-водить» и «везти-возить». Я проще говорю, как запомнить. «Вести-возить» – это «я веду», «ты ведёшь», «он ведёт», «мы ведём», «вы ведёте», «они ведут». Там звук «ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Так вот, если у нас есть транспорт, он делает зз. И поэтому везти-возить, глагол у нас, это на транспорте. Смотрим дальше. Глагол катить-катать. Они катят бочки. Катить-катать это, во-первых, посмотрите объект, бочка, она круглая. Она круглая. И поэтому вот этот глагол, способ передвижения, мы и хотим показать. То есть катить-катать, это делать так, чтобы объект делал вот такое движение. Вот такое движение. Катить-катать. Значит, глагол катить-катать. Вот у нас можно катить-катать мяч. Когда мы играем в футбол, мы катаем мяч по полю. Когда мы играем в бильярд, мы катаем шары. Шары в бильярд играем. Это вот глагол катить-катать. Следующий глагол гнать-гонять. Что значит гнать-гонять? Посмотрите, он гонит корову. Он гонит корову домой. Что это значит? Он хочет, чтобы корова шла домой. Вот этот глагол гнать-гонять. Ну, например, если сейчас в класс сюда придёт собака и начнёт громко офф-офф-плаять, я скажу, иди, иди, иди отсюда. Я тоже гоню собаку из класса. Следующий глагол – тащить-таскать. Тащить-таскать – глагол очень близкий к глаголу нести-носить. Но я хочу показать, что это для субъекта очень тяжело. Он тащит холодильник. Он тащит чемодан. То есть я могу сказать нейтральную фразу – он несёт холодильник. Он несёт холодильник – это я просто говорю факт, но я не говорю, как ему трудно. А вот если я хочу показать вам, что он несёт и ему трудно, я скажу, он тащит холодильник. Также малыш, посмотрите, маленький мальчик, конечно, он тащит чемодан. Чемодан почти как он по размеру. Поэтому он тащит чемодан, ему трудно. Значит, глагол «тащить-таскать» обычно – это есть какие-то трудности. И плюс, посмотрите, пожалуйста, ещё «тащить-таскать» – вот этот человек тоже тащит человека. То есть объектом даже может быть человек, который, может быть, выпил много алкоголя лишнего. Так, и у нас есть возвратные глаголы движения. Что значит возвратные глаголы, которые у нас употребляются с «ся» на конце. «Катиться-кататься» – мы с вами видели глагол «катить-катать» – это было вот это движение, да? «Катиться-кататься» – это мы употребляем глагол в основном про зимние виды спорта, например, да? Вот мальчик катается на лыжах, да? Или мальчик и девочка катаются на коньках. «Катиться-кататься». Следующий глагол «гнаться-гоняться». «Гнаться-гоняться» – за кем обязательно, за чем. Кошка гонится за мышкой. Чем отличаются «гнаться-гоняться» и «гнать-гонять»? Мы вспоминаем, если человек хочет, чтобы корова шла вперед, это глагол «гнать-гонять». Конечно, он не хочет взять корову, да, поймать корову. Он хочет, чтобы корова шла домой. А что хочет кошка? Конечно, кошка хочет съесть мышку. Она не хочет, чтобы мышка убежала. Она хочет мышку съесть. Поэтому здесь употребляется вот этот глагол «гнаться-гоняться» – за кем, за чем. То есть это «бежать» – за кем, за чем. Итак, мы с вами посмотрели лексическое значение глаголов движения. Мы дали пары. Пары «идти», «ходить», «ехать», «ездить» и так далее. Глаголы типа «идти» мы называем первая группа глаголов движения. Условно первая группа. Глаголы «ходить» – это вторая группа. То есть мы рассматриваем глаголы «идти» и глаголы «ходить». Глагол «идти» – первая группа, глагол «ходить» – вторая группа. Вот сейчас мы с вами посмотрим ситуации, в которых мы можем употребить первую группу, а и вторую ситуацию, другую ситуацию, в которой употребляется вторая группа. Первая ситуация. Один раз одно направление. Направление – direction, direction. Проще сказать по-русски «в одну сторону». В одну сторону. Здесь употребляется только первая группа глаголов. Сейчас я иду в магазин. То есть настоящее действие, то есть в этот момент, когда мы с вами говорим, мы видим это действие, и оно происходит вот в одну сторону. Сейчас я иду в магазин. В прошедшем времени тоже может употребляться этот глагол. Когда я шёл или шла, для девочек, в магазин, начался дождь. Что я хочу показать? Что дождь начался именно тогда, когда я ещё была в дороге, когда я ещё шла в магазин. Не когда я была в магазине, не когда я уже возвращалась домой, а именно когда я только шла в магазин. Вот это одно направление, в одну сторону. Только первая группа в этом случае употребляется. Глаголы второй группы здесь у нас не употребляются. Это же движение может быть много раз, повторяться много раз, да? Тоже одно направление, one direction, но много раз. И вот этот единственный случай, вы должны его запомнить, когда может употребляться и первая, и вторая группа глаголов движения. Посмотрите, пожалуйста. Каждое утро я еду на работу на метро, а обратно иду пешком. Что я хочу показать? Туда, на метро, в другую сторону пешком. Ту же самую информацию я могу сказать по-другому. Каждое утро я езжу на работу на метро, а обратно хожу пешком. Вы меня спросите, почему и так, и так можно сказать, и чем отличаются эти фразы. Сейчас я вам объясню. В первой фразе, каждое утро я еду на работу на метро, а обратно иду пешком, я хочу вам дать информацию, что только на работу я на метро, и обратно пешком. То есть главная здесь информация – это направление. Я еду на работу и обратно домой иду пешком. А во втором случае я вам главную информацию даю, что это каждое утро, что это повторяется каждое утро. То есть в первом случае больше вот этот нюанс, что это one direction, одно направление, а во втором случае это повторение каждое утро. Но в принципе это очень-очень маленькое различие, поэтому вы можете эту ситуацию сказать и объяснить и этой фразой первой, каждое утро я еду на работу и каждое утро я езжу на работу на метро. Следующая ситуация. Один раз туда и обратно. Один раз туда и обратно. И вот в этой ситуации первая группа у нас уже не может употребляться. Как только у нас появилось два направления и больше, первая группа не употребляется. Только вторая группа. Вчера я ходила в театр. Обратите внимание, в театр глаголы движения требуют у нас аккузатив, винительный падеж. Какой синоним? Вчера я была в театре. Была плюс у нас предложный падеж, ходила плюс винительный падеж. А в принципе информация одинаковая. То есть и то, и другое предложение показывает, что я была в театре. То есть первая фраза. Вчера я ходила в театр, туда посмотрела спектакль и вернулась. Показывает глагол туда и обратно. Я ходила в театр. И когда вы видите, что глагол движения можно заменить глаголом был-была, вы точно знаете, что это только вторая группа. Глагол идти не может быть синонимом глагола быть. Только глагол ходить. Следующее. Много раз туда и обратно. Много раз туда и обратно. Тоже первая группа не употребляется, а только вторая группа. Зимой мы часто ходили в бассейн. Много раз туда и обратно. Следующее. Один раз без конкретного направления. Ну, когда мы гуляем, просто у нас нет никаких дел, свободное время, мы гуляем по городу, мы говорим, «Вчера мы много ходили по городу и устали». Вот этот глагол «ходили» показывает, что вот так просто гуляли по городу, смотрели город. Много раз без конкретного направления первая группа не употребляется, а только употребляется вторая группа. «Каждый день мы много ходили по городу и...» Вот там видно у нас, интересно, конец фразы. «Ходили по городу и уставали». Обратите внимание. «Вчера мы много ходили по городу и устали». «Каждый день мы много ходили по городу и уставали». Обычный глагол «уставать», «устать». Знаем все глаголы «уставать», «устать». Значит, здесь «уставать» – несовершенный вид и показывает, что это было много раз. «Устать» – это совершенный вид, перфектив, и показывает, что это один раз. А вот если мы посмотрим на глагол «ходить», то мы, если взять его «изолировано», мы ничего не можем сказать, сколько раз это было. И вчера мы ходили, и каждый день мы ходили. То есть по глаголу «движение» мы не можем сказать, сколько раз это было, нам нужен контекст. Нам нужны слова «вчера» или «каждый день», «уставали» или «устали». То есть, чтобы понять многократное или однократное действие, обозначает глагол «ходить» и вообще глаголы второй группы, нам нужен контекст и ситуация. Давайте вместе посмотрим эти глаголы в следующих картинках, в следующих ситуациях. Я читаю фразу и даю вам минутку подумать, чтобы вы попробовали сами поставить глагол «движение», и потом я говорю правильный ответ. Вы себя просто контролируете, проверяете. Ну, во-первых, сейчас мы давайте употребим с вами только первую группу глаголов «движение», то есть глаголы типа «идти», «идти», «ехать», «бежать» и так далее, чтобы показать, что это происходит сейчас, вот то, что мы перед собой видим. Давайте посмотрим первую картинку. Он – ребенка в коляске. Пожалуйста, какой глагол вы поставите? Минутку подумайте. И здесь нам нужен глагол «везти». Он везет ребенка в коляске. Помним, у нас есть транспорт «з». Глагол «везти». Он везет ребенка в коляске. Следующее. Она – покупки. Покупки – это то, что она купила. Думаем. Итак, она несет покупки. Кто сказал глагол «тащить», она тащит покупки. Тоже правильный ответ. Но здесь, посмотрите, женщина очень большая, сильная. Поэтому, я думаю, ей это легко сделать. У нее нет проблем. Поэтому она, мы говорим, несет. Несет. Следующее. Обезьяна на дерево. Обезьяна. Монки. Давайте посмотрим, что она делает. Обезьяна лезет на дерево. Обезьяна лезет на дерево. Вверх. Следующее. Они больного. Больной человек. Человек болит, да? Они больного. Что они делают? Они несут больного. Они несут больного. Опять, глагол «тащат», но если вы хотите показать, что больной очень толстый, очень тяжелый, да, у них большие проблемы, ну, скажите, они тащат больного. Но, в принципе, нейтральные, они несут больного. В Азии что мы можем увидеть? Мы можем увидеть такую профессию, как рикша. Рикша – пассажира. Рикша, пожалуйста, что делает рикша? Рикша везет пассажира. Конечно, рикша везет пассажира, потому что у нас есть транспорт. З, да, везет пассажира. Может, не печатать, наверное, вообще-то, да? Ага, они сами печатают. А может, не везет, да, 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 бипху молодец, да, везет. Хорошо. Следующее. Мальчик. Мальчик и обруч. Вот, видите, обруч – это такая игра, которая по-русски называется французским словом «серсо». Мальчик что делает? Ну, бипху у нас молодец, да, все время дает правильный ответ. Мальчик катит обруч. Мальчик катит обруч. Дальше мы уже видели ситуацию. Кошка и мышка. Что делает кошка? Кошка, а вот немножко неправильный глагол. Кошка гонится. Рефлексив «ся» показывает, что кошка хочет съесть мышку, хочет поймать мышку, да? Гонится. Правильно. Гонится. Ага. Мышка за мышкой. Следующее смотрим. Так, чего? Алина, почему не идет? Следующее. А вот здесь мы сделаем немножко отступления. Посмотрите. Он неаккурат на машину. Мы с вами сказали, что глагол «вести», «водить» – это обычно пешком за руку. Но у нас есть одно исключение. Что касается управления транспортом. Вот это управление транспортом. Это тоже глагол «вести», «водить». Не «вести», «возить», а «вести», «водить». Я веду машину. Поэтому глагол «управлять транспортом» мы запоминаем. Я веду, я вожу машину. И поэтому здесь мы говорим, он неаккуратно, правильно, ведет машину. Неаккуратно ведет машину. Плохо ведет машину. Дальше. У нас есть бабушка. Старая бабушка. Есть транспорт. Он что делает? Он... Нет, не несет. Он везет бабушку. Помните, транспорт у нас есть. Неважно, какой транспорт, да, но транспорт. Значит, он везет бабушку. Буква «з», «везет». Она пачку печенья. Печенье, бисквит. Давайте посмотрим. Она несет пачку печенья. Все правильно. А здесь тоже есть бабушка, но уже у нас нет транспорта, а только пешком. Он что делает? Он... Он ведет бабушку. Он ведет бабушку, правильно. То есть уже транспорта нету, он ведет бабушку. Дальше. У нее есть собака. И собака почему-то, не знаю почему, она не хочет гулять. Поэтому она что делает? Она тащит. Молодец. Она тащит собаку гулять. Да. Тащит собаку. Дальше. У него... А, кстати, какая профессия? Кто знает, как называется эта профессия? Профессия? Носильщик. Носильщик. Слышите, какой глагол раньше был? Глагол носить. И поэтому носильщик. Но сейчас носильщик, конечно, уже работает не так, что он носит. А у него есть специальный транспорт. Поэтому носильщик что делает? Он везет, правильно, он везет багаж. Он везет багаж, у него есть транспорт. Так, про машину. Еще раз вспоминаем. Тот человек плохо, неаккуратно ведет машину, а этот человек очень осторожно тоже ведет машину. Осторожно ведет машину. Официант. У официанта есть транспорт, поэтому он везет нам ужин. Конечно, официант везет ужин. Люди хотят погулять в парке, поэтому они... Что делают? Они едут в парк. Мы забыли глагол ехать-ездить, да? Когда мы употребляем глагол везти-водить, везти-возить, мы уже за остальные глаголы все забыли, да? Поэтому они едут в парк на машине. Едут в парк. Мы едем на работу, да? Они едут в парк на машине. Дальше. Ну, здесь немножко странная ситуация для тех, кто не знает, что у нас есть замечательная книга, которая называется «Человек-амфибия». Автор Беляев. Фантаст. Писатель. И вот там, в этой книге, есть такая ситуация, что молодой человек, у него есть друг дельфин, и он сейчас... Что он делает? Это вода, и значит, он плывет. Правильно, он плывет на дельфине. Плывет на дельфине. Следующее. Парашютист. Парашют-парашютист. Вниз. Конечно, это в воздухе, он летит вниз. И лягушка, тоже как мальчик, у нас был мальчик, да, здесь лягушка. Лягушка катит обруч. Это мы повторяем. Вот такие ситуации у нас есть. Следующее. Следующее у нас уже в упражнении нужно поставить правильный глагол. Здесь у нас уже работают все глаголы. Не только первой группы, но и глаголы второй группы. Нам нужно внимательно посмотреть ситуацию, как происходит это действие. Мы сейчас сделаем таким образом. Пожалуйста, каждый для себя будет отвечать. Может быть, вы пишите не в чате, а где-то там на вашей бумаге. Потом, после того, как я дам паузу, я даю правильный ответ. А в конце упражнения вы мне в чате напишите, сколько фраз из 21 фразы вы сделали правильно. Договорились? То есть сейчас в чате вы ничего не пишете. Вы пишете где-то у себя на листочке в тетради. И потом считаете ваши правильные ответы. Я хочу посмотреть, как вы поняли, сколько фраз вы сделаете правильно. Давайте посмотрим. Первая фраза. Лодка. Лодка это транспорт по воде. Борт. Лодка. Вниз по течению. Может быть, кто-то не знает слово течение. Это то, что делает река. Течет. Течение. Поэтому лодка вниз по течению. Пожалуйста. Пишем себе не в чате, а себе правильный ответ. Как бы просить, чтобы... Значит, в чате мы не пишем сейчас. Итак. Лодка вниз по течению. Конечно, в One Direction это плывет. Следующее. В аквариуме золотые рыбки. Аквариум и золотые рыбки. Что делают золотые рыбки? Надеюсь, что все написали. В аквариуме. В аквариуме в разные стороны плавают золотые рыбки. Следующее. Дети по полю играют в футбол. Пожалуйста. Итак. Когда играют в футбол, конечно, у нас нет одного направления. Это в разных направлениях. Дети бегают. Бегают. Следующее. Официант. Не вижу продолжения. Официант. Да, надо, наверное, перейти. Официант уже нам наш заказ. Заказ это то, что мы заказали. То, что мы хотим есть. Есть. Официант уже несет нам наш заказ. Пятое. В поле пчелы. Пчелы, как говорил один известный персонаж из английского мультфильма и из нашего русского мультфильма, но я скажу по-английски, он говорил, bees make honey. And the only reason for making honey is so I can eat it. То есть пчелы делают мед. Пчелы делают мед. Вот, что они делают. Они летают. Летают, собирают цветов нектар. Шестое. Туристы на автобусе по Москве осматривают ее достопримечательности. Достопримечательности. Трудное очень слово, но все туристы его знают. Это интересные места. Интересные места. Давайте посмотрим. Туристы... Туристы ездят по Москве, осматривают достопримечательности. То есть это не один маршрут, а это по городу, разные места города. Седьмое. Смотрите. Экскурсовод туристов в музей. Если у нас есть слово смотрите, то есть я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели. Значит, это происходит сейчас. Смотрите. Экскурсовод ведет туристов в музей. Одно направление в музей. Экскурсовод ведет туристов в музей. Ребенок плачет. Мать, мама по комнате и его на руках, чтобы он успокоился, чтобы ребенок не плакал. Что делает мама? Ну, я думаю, все знают. Что делает мама? Мама делает вот это. Значит, мать ходит по комнате и носит его на руках. Разные стороны. Ходит по комнате, носит ребенка на руках. Следующее. Первым к финишу спортсмен из нашего университета. Это, конечно, соревнование. Competition. Поэтому спортсмен хочет быть первым на финише. Одно направление. Первым бежит к финишу спортсмен из нашего университета. Бежит. финишу спортсмен из нашего В комнате отдыха студенты играют в бильярд. Вот, мы говорили, когда играют в бильярд, что делают они? Они катают по столу шары. Следующее. Утки в пруду. пруд. Маленькое озеро. Маленькое озеро, пруд. И утки. Утки это птицы. У нас ducks. утки плавают в пруду. Следующее. Трудная фраза, трудная по лексике. Пастух лошадей к водопою. Лошади. Знаем, кто такие лошади? Лошадь, конь, хорс. А пастух это человек. Мы уже видели, у нас был пастух и корова. Человек, который вот давайте смотреть, что делает. Пастух лошадей к водопою, где можно пить воду. Место, где можно пить воду. Пастух гонит лошадей к водопою. Малыш по ковру и играет. Малыш, который еще не умеет ходить, что он делает? Малыш ползает по ковру и играет. Рабочие бревна к реке. Бревна, бревно это дерево, которое спилили, вот такое дерево. Оно может быть тяжелое, поэтому здесь может быть два варианта. Рабочие или если рабочие очень сильные, они несут или рабочие катят бревна бревна к реке. Следующее. Мальчики любят по деревьям. Ну, мальчики, что вы любите делать? Давайте вспомним. мальчики любят лазить по деревьям. собака по двору, по улице, по двору и кур. Кура это курица. Чикин. Что же делает собака? Собака любит играть, да, конечно, она не хочет их съесть, она просто играет с ними, поэтому собака бегает по двору и гоняет кур. Собака бегает по двору и гоняет кур. Смотрите, смотрите, сейчас, да, смотрите, вертолет в наш поселок, в нашу деревню и нам почту и продукты. Вертолет летит в наш поселок и вертолет это транспорт везет нам почту и продукты. Следующее, экскурсовод туристов по музею. Экскурсовод в разные залы, да, он много залов показывает, много картин, поэтому экскурсовод водит туристов по музею. Опять глагол. смотрите, 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 альпинист вверх по отвесной скале. Альпинист, отвесная вертикальная скала, да, что делает альпинист? Альпинист лезет вверх по отвесной скале. И последнее, туристы в пещеру, пещера, грот, грот, туристы в пещеру, чтобы осмотреть ее. Если это без проблем, если это туристический объект, поэтому туристы могут идут в пещеру, но если есть какие-то проблемы, нужно по веревке спускаться, тогда лезут в пещеру. Пожалуйста, давайте посмотрим, сколько у вас было правильных ответов. Напишите, пожалуйста, в чате, сколько у вас правильных ответов. Так, никто чего-то напишет. Угу, одно сообщение. О, хорошие результаты, посмотри-ка. Трудное упражнение было. Угу. О, 18. Классно. Хорошие результаты. Замечательно, замечательно. Друзья мои, нам нужно заканчивать урок. Я очень рада. На самом деле, это очень трудное задание было, которое мы делали в конце урока, и я рада, что у вас такие хорошие результаты. Практически у всех больше половины. Очень хорошо ответили на это задание. Поэтому я надеюсь, что не ни Продолжение следует...